Завтра экзамен За вас учись, брат, до конца Давай за тех, кто верил в результат Давай за тех, кто это создавал Давай за всех, на ком без факт стоял Давай за тех, кто верил в результат Промежуточная контрольная работа На 20 минут было 8 задач Это была одна из 8 задач Друг, когда ты пишешь, то что считаешь нужным, то пиши Если что-то не написал, тебя спросят Другое дело, если ты написал, то, естественно, тебе есть некоторое время думать, что ты написал А когда ты уже начинаешь беседовать, ты в невыигрышной позиции Потому что, как бы, тебе думать меньше времени Но, с другой стороны, чем больше ты Казалось бы, чем больше пишешь, тем лучше для тебя Это, конечно, верно Но, с другой стороны, чем больше пишешь, тем больше вероятность написать какую-нибудь лажу Итак, там была такая задачка Была земля, был воздушный шар С доктором Пилюлькиным Он в течение времени Т Летел вверх с постоянной скоростью В И вот тут наверху Когда он уже оказался вот здесь Дно у корзины отрывается И Ну, потому что воздушный шар строили серьезные люди вроде вас И после этого он свободно начинает падать вниз с ускорением G Это вот произошло на какой-то высоте H Когда дно оторвалось И вот он начал лететь вниз Спрашивается, сколько всего времени он провел в космосе Ну, в смысле, вне Земли Ну, на самом деле, я бы решал задачу так Я бы ввел ось Х Направленную наверх На Земле бы взял Х, равное нулю И первым пунктом написал бы, что Х от Т Равняется Х с ноликом Плюс ВТ А в скобочках бы написал Во время подъема шара Движение равномерное Ну, и все понятно Ну, дальше бы еще написал, что это есть просто Дальше бы я написал, что H Равняется Ноль У нас Х с ноликом равно нулю Мы стартовали с Земли, правильно? Плюс ВТ И написал бы в скобочках Высота На которой Развалилась корзина С учетом Выбранной системы отсчета Мы выбрали систему отсчета, что точка старта ноль Ну, а Т По условию задачи Это время, через которое развалилась корзина После этого После этого движение Доктора Пилюлькина Вместе с дном корзины Стало равноускоренным Вообще говоря, при равноускоренном движении Высота Х от Т Будет равняться Но теперь это Наверное, удобнее теперь Заново включить секундомер И поэтому в тот момент, когда отвалилось дно Мы вторые часы включаем Они начинают показывать время Т Тогда Координата Это начальная координата Х с ноликом Но уже другая Это уже другое движение Когда развалилась корзина Плюс ВХТ Плюс АХТ в квадрате пополам Движение у нас Равноускоренное И теперь мы должны Конкретизировать Значение Скорости И ускорения Х В том случае Когда произошел разрыв Только у нас Время Т-штрих Это то время Которое Протекло с того момента Когда Разболилась корзина Х с ноликом Штрих Высота Где это произошло Это H Начальная скорость ВХ с ноликом Какова была скорость Пилюлькина Когда дно Отвалилось В Плюс В Т-штрих Чему равна Проекция Ускорения Свободного падения На ось Х Минус Ж Ж смотрит В обратную сторону Минус Ж Т-штрих В квадрате Пополам В скобочках Я бы написал Что это Зависимость Координаты От времени При Равноускоренном Движении Соответствующим Условию Задачи На высоте H Началось Движение Скорость В начале Движения Это скорость Подъема Шара Ж Смотрит Вниз Четвертое Пусть он Падал Вниз В течение Времени Т-штрих Что произойдет Через Т-штрих Его координаты Обратятся В ноль Поэтому Напишем Что Х От Т-штрих С одной стороны Равно Нулю А с другой стороны Подставим Это выражение Это будет H Плюс В Т-штрих Минус Ж Т-штрих В квадрате Пополам Ну Наверное Это Выражение Уравнения Для Времени За которое Пилюлькин Будет падать Вниз Ускоренно Ну Естественно Теперь Это уравнение Надо решить Для Т-штрих Да Для координаты У нас Получился Ноль Поэтому У нас Получилось Уравнение Минус Ж Пополам Т-штрих В квадрате Плюс Вт-штрих Плюс H H мы с вами Потом Сосчитали Равняется Нулю Квадратное Уравнение Квадратное Уравнение Решать Не просто А Очень просто Но лучше Решать Квадратное Уравнение Когда перед Квадратным Квадратом Неизвестный Стоит Единица Поэтому Я бы Все Поделил Умножил На Минус Два Делить На Ж Вт-штрих Здесь бы написал Т-штрих Минус Два Делить На Ж В Т-штрих Минус Два Делить На Ж H Равняется Нулю Т в квадрате You're quite right Вот получилось Такое Уравнение Чтобы Решить Уравнение Вспоминаем Формулу Для решения Квадратного Уравнения Кстати Как оказалось Что ваши коллеги Не знают Откуда Эта формула Взялась И мы договорились Что к следующему Разу Вы будете Знать Откуда Взялась Известная Формула Решения Квадратного Уравнения А? Нет Ну Вообще Если уравнение Х Квадрат Плюс П Пх Плюс Ку Равно Нулю То Х 1 2 Равняется Минус П пополам Плюс Минус П В квадрате На 4 Минус Ку А если у нас Уравнение Ах Квадрат Плюс Бх Плюс С Равно Нулю То Х 1 2 Равняется Минус Б Плюс Минус Корень Квадратный Сб В квадрате Минус 4 А С На 2 А Я думаю Что если вы знаете Как решать такое уравнение Когда здесь нет А То уже зная решение Этого уравнения Это решение Вы совсем просто получите Но откуда взялись эти формулы Вообще знать надо То есть я так Понял Из разговора С вашими Предшественниками Что когда-то Где-то В школе Какая-то Училка Им написала Эту формулу А они сказали Аха И никто не спросил Откуда вы это взяли Нет Ну конечно Если здесь Поделить Из этого Ну как вот это-то получается Надо свести К полному квадрату Надо Надо написать Что Х плюс что-то В квадрате Минус что-то Равно Нулю Тогда если У вас здесь Полный квадрат Оставшийся Переносите сюда Извлекаете корень И получаете Эту формулу Так господа Так вот Если мы пользуемся Любой из этих формул То решение Этого уравнения Т штрих Уравнение имеет Два корня Т штрих Равняется В делить На g Плюс Плюс Минус Корень квадратный Из v В квадрате На g В квадрате Плюс Два Делить на g H У нас получилось Два корня Что вообще Говоря Странно Наверное Доктор Падал За какое-то Фиксированное Время Но понятно Что время Падения Доктора Должно быть Положительным А поскольку Под корнем Если бы Этого Не было Было бы Плюс-минус V к g То есть Если бы Не было Этого слагаемого Вот этот корень Равнялся бы Этому слагаемому Но здесь Что-то Прибавляется Поэтому Значение корня Больше Чем эта величина И поэтому Если мы возьмем Знак минус То время Окажется Отрицательное Поэтому Отбрасываем Знак минус И пишем Что в нашем случае Остается V делить на g Плюс Корень Из V квадрат На g В квадрате Плюс 2h На g Конечно Это не Вот это Как раз Нетривиальное Дело Подставить Эту формулу В математику И получить Два корня Это Господа Может быть Нетривиально На математике Но не на физике На физике Это просто А вот Почему Вы выкинули Один корень Вот это Уже Физика Ну и естественно Дальше надо Написать Слово Ответ И написать Что время Полета Доктора Т Суммарное Равно Это будет Сумма Времени Подъема Т Плюс Время Падения Плюс V На g Плюс Корень Из V В квадрате На g В квадрате Плюс 2 V Т Делить На g Ну собственно Горя Все Правда Конечно Было бы Неплохо Но это уже Некоторое Искусство Все таки Понять Да Во первых Говорить всегда ли Это верно Ну чисто формально Для любых Значений Задач Это верно Следующий вопрос А на самом деле Это верно или нет Для всех значений Скорости подъема Шара И времени Подъема До развала Корзины Это верно На самом деле Или нет Ведь вообще-то Вам вопрос Задается Как оно На самом деле На самом деле Конечно Это неверно По ряду Причин Во-первых Если подниматься Очень высоко Ускорение Свободного падения Что начнет Уменьшаться Поэтому Это верно До тех пор Пока можно считать Что же Константа Во-вторых Это неверно А по какой еще Причине Это неверно А у нас Причине Нет Это неверно Когда Время Да Второе Что если Шар летел Вверх То это значит Что в том мире Где живет Незнайка и доктор Пилюлькин Есть атмосфера Согласен Иначе Иначе Шар Не стал Подниматься Это не На Луне Происходит А если Есть атмосфера То когда Он полетит Вниз На него Еще кроме Силы тяжести Что начнет Действовать Сила Сопротивления Воздуха И поэтому Когда он Будет Разгоняться По мере Его разгона Атмосфера Будет Дуть На него Все Сильнее Сильнее И в какой-то Момент Времени Он разгоняться Просто Перестанет Поэтому Это все верно При условии Что мы считаем Что Ж Константа И что При падении Влияние Атмосферы На ускорение Падения Доктора Можно Пренебречь Поэтому Если он упал С высоты 5 метров Наверное Если вы падаете Вниз С высоты 5 метров Вы еще не Разгоняетесь Так Что вас Атмосфера Начинает Сильно Тормозить Но если он Упал С высоты 5 километров То он На высоте 5 километров Разгонится Так Что уже Наверное С высоты 4 километра Он летит Уже не равно Ускоренно С постоянной Скоростью Как парашютист Летит Он сколько Тр Конечно Поэтому Конечно На самом деле Это все верно Для не очень Высоких Высот Подъема Шара Когда 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 И время Т Сколько Поднимался Шар И скорость Которой Поднимался Шар Достаточно Мало Вообще Говорю Ни в коем Оно Бредовое Решение Ну на самом Деле Конечно же Виноваты Не математика А виноваты Мы Математика Честно Отвечает На вопросы Которые Ей Поставлены Просто В какой-то Момент Я Математике Поставил Не совсем Корректный Вопрос И получил Кроме Правильного Ответа Еще и Неправильный В чем Была Некорректность Вопроса Если Рисовать График Высоты Подъема Доктора От времени То Сперва Он летел Равномерно И график Был прямой И когда Он долетел До высоты H Ну это Пусть Х Х На высоте H Дно Оторвалось И дальше Как он Полетел Дальше Он полетел По параболе И вот Это у нас Время Т Вот это Время Т А вот это Время Т Штрих Сколько Он падал Вот в тот Момент Когда случилось Страшное И развалилось Дно Я Написал Уравнение Для Равно Ускоренного Движения Никак Не сказав Формулам Что до этого Он двигался Равномерно А не Равно Ускоренно Вот в этот момент Формулы не знают Что до этого Он летел Равномерно Я просто сказал Что он движется Равно Ускоренно Я сказал Что двигаясь Равно Ускоренно В точке В точке На высоте H Он имел Скорость V И имеется Постоянное Ускорение И спросил Математику В какой Момент Времени Т Произойдет Так Что высота Равна Нулю И так Математика Не знает Что здесь Было Она Думает Если я так Написал Что движение Было Все время Равно Ускоренное Вот в этой Формуле Нарисовано Вот это Движение А то Что Вначале Это движение Было Подменено Равномерным Математике Никто Ничего Не сказал А потом Математику Спросили А в какой Момент Времени Когда движение Такое Высота Будет Равна Нулю И что Она сказала И тогда И тогда И Извините И тогда Она честно Ответила Я спросил Что если Движение Такое Когда будет Нулевая Высота Она честно Сказала Вот мы И получили Два корня Что спросили То получили Математика Если вы Пользуетесь Честно Всегда Абсолютно Честно Отвечает На тот вопрос Который Вы ей Поставили А уж Если вы Ей поставили Расплывчатый Вопрос То и Получили Расплывчатый Ответ То есть Фактически Я сейчас Спросил Если бы Движение Всегда Было Равно Ускоренным Я же Нигде Не написал Что До Времени Т Оно Было Другое До Нуля И Если бы При этом Движении На высоте Аж Скорость Была бы Такой В какой Момент Времени Высота Была бы Ноль Математика Сказала Она была бы Ноль Через время Т штрих И вот Это время Тому Назад Она же Не знает Что тому Назад Он летел Равномерно Она Ответила Ну вот Это Так сказать Решение Задачи С одной Стороны За Которое Я Ратую Это Задача Когда Почти Не Думаешь Естественно Почти Все Задачи Школьного Курса Ну Правда Зато Довольно Длинные Каждый Шаг Понятно Что Писать Есть Еще В школьном Курсе Другой Вариант Решения Задач Он Не Всегда Срабатывает Это Если Вы Делаете Все Следовательно То Всегда Сработает Только Писать Долго Иногда Получается Есть Так Назваемые Красивые Решения Когда Вы Много Не Пишите А Приходит В голову Какая Это Красивая Идея И Чтобы Ее Реализовать Можно Написать Одну Две Формулы И Потом Сразу Получить Ответ Но Тогда Идею Вашу Надо Сильно Обсуждать Чтобы С одной Показать Почему Она Правильная А с другой Стороны Себя Не Убедить В том Что Она Правильная Если Она Вдруг Казалась Неправильной А то Ваш Предшественник Пытался Придумать Красивую Идею И В результате У него Получилось Что Начиная С Некоторой С Некоторого Времени Когда Отваливается Дно Доктор Вообще Никогда Не упадет На землю Он Свою Идею Плох Он Некорректно Свою Идею Реализовал Так Скажется Он Перепутал Знаки Здесь И Здесь Да Ну и Получилось Что Он Со Свистом Дальше Полетит Наверх Да Ну да И Потом Долго Думал А почему Нет Он Считал Что У него Начальная Скорость Смотрит Вниз А Ускорение Смотрит Наверх То есть У него Получилось Что Он Полетит Сперва Вниз А Потом Полетит Наверх И При Каких То Значениях Летя Вниз Он Долетал До Земли До Того Как Не долетал То Получалось Что Решения Нет И Потом Долго Думал Ну вот Если бы Он Делал Все Последовательно Все Получилось Ну а Вторая Это Идея Другая Понятно Что Он Поднимался Вверх Равномерно И Поэтому Он Поднялся На Высоту В Т А Потом Он Должен Пролететь Вниз Ту же Самую Высоту Но При Условии Что Он Вниз Летит С Ускорением Ж Но У него Что Есть Еще Начальная Скорость Которая Направлена Если Мы Считаем Что Он Летит Вниз Ускорение Положительно Тогда Начальная Скорость Куда Направлена Если Мы Так Рассуждаем Отвитательно А Он Конечно И Начальный Нет Вначале Он Вообще Забыл Про Начальную Скорость Он Решил Что Вот До Этого Места Пилюлькин Долетел Тут Он Мгновенно Остановился И Начал Падать То Есть Он Перешел С Воздушного Шара На Ступеньку Которая Здесь Висела И Потом С НЕ Нулевой Скоростью Свалился Вот Это Совсем Другая Задача Совсем Другая Задача А Потом Когда Стал Подправлять Он Перепутал Знаки Ну Естественно И Плавал 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 Ну Вот Примерно Так Решается Эта Задача Повторяю Что Задача Конечно Простенькая Но Даже Простенькой Задачи Как Видите Как Видите Есть Некоторые Проблемки Психологически Она Не Очень Простенькая В том Смысле Что Конечно Почти Более Половины Людей Забывает Что В этот Момент Есть Скорость Подъема Ну Да Но Вот Про Начальную Скорость Почти Всегда Люди Забывают Ну И Получают Неправильный Ответ Ок Так А Да Фотографируйте Пожалуйста Конечно Можно Так Сейчас Остановим Чтоб Тебя Не Смущать